Что касается этих всех зачисток, ну, я же это честно сказал, на торжественном собрании, по-моему, аж 3 июля, что все, дальше уже это нетерпимо, люди нас не поймут, поэтому ликвидированы были эти НПО, НКО, может быть, не до корня, разного рода там средства массовой информации, в кавычках, вы их знаете. Всплыл рабочий рук. Вопрос, какое имеет отношение этот айтишник, который имеет зарплату в месяц в 10 раз больше, чем средняя зарплата рабочих, какое он имеет отношение к этим рабочим? Да никакого. Это обычные игиловские ячейки европейского разлива на территории Беларуси. Мы сейчас видим, где 2 человека, где 3, где 7, где 8, где 12 на предприятии. Пока больше 10-12 мы не нашли из многотысячных коллективов. Но это то ядро, которое должно было взорвать трудовые коллективы изнутри. Чем они занимались, я на социальной конституционной комиссии вам сказал. От шпионажа, как Головченко будет обходить санкции, до информирования того актива, на который можно там рассчитывать. От шпионажа до будущего мятежа. И когда мы начали работать по этим мерзавцам, мы увидели, что это за рука. Это обычные террористы. Вы сейчас видите, они же признаются и говорят, где они совершать хотели теракты. Больше всего настораживает, что они основное сейчас острие направили прочее в железной дороге. Они же понимают, что Беларусь транзитная страна. И Комитет госбезопасности недавно доложил, они обнаружили прямые контакты со спецслужбами США и прежде всего ФБР. Это что такое? На это глаза закрыть? Ну так мы закрывали в прошлом году. Знаете, что получили? И последнее. Многие говорят, что ну сейчас дали повод Лукашенко, пойдут фронтом всех, начнут давить. Слушайте, мы не настолько глупы, чтобы в современных условиях ходить фронтами. Потому что если мы пойдем фронтом, мы это умеем делать. Пострадать могут невинные люди. Когда идешь фронтом, могут попасться люди, абсолютно непричастные к этим делам. Поэтому хочу еще раз уточнить свою позицию. Мы точечно, аккуратно, с помощью спецслужб и других подразделений, МВД и прочих, будем отрабатывать разных людей, разные организации и разные варианты. У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем. Должен вам сказать, что мы по всем направлениям начали действовать. Начиная от тех, кто чатился, о чем вы говорили, или как там постился в этих чатах. Уже несколько сотен там сидят. Ну, окрестно, свободно. Сейчас там находятся. Все рассказывают. Ну, вы несколько экземпляров видели. Их будет все больше и больше. На экранах телевизору мы покажем, кто есть кто. И Сергеенко правильно сказал. Не надо там чего-то убирать из этих чатов и прочее. Поздно. Все аккаунты у нас на руках. Мы видим, кто чего стоит. И если мерзавцы, типа, этих цепкал и прочее думают, что мы их не достанем за границей, они ошибаются. Мы им не простим гибель этого парня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...